В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог на помощь, с праздником. Прошу прощения. Может быть некоторые слова непонятные, может быть некоторые слова грубые, может быть некоторые слова, ну всякое бывает. Прошу прощения. Но самое главное, хочется, чтобы мы с вами спаслись, чтобы мы с вами покаялись, чтобы мы с вами поняли, что хождение в храм, за ним еще что-то должно стоять. С захождением в храм. Потому что еще мы говорим, что, ну батюшка, я же причащаюсь, я в храм хожу, я причащаюсь. Что можно сказать? Апостол Иуда тоже причастился. Да? Помните? И что после причастия произошло? Сатана в него вошел после причастия. Поэтому апостол Павел и говорит, Будьте внимательны. Не рассуждая телу и крови Христову, пьете. Болеете и умираете-ка, недостойно причащаетесь. Понятно? Поэтому этот вопрос нужно серьезно, серьезно, надеем работать. Апостол Павел говорит, что болеете и умираете-ка, недостойно причащаетесь, не поработавши над собой. Вот самое главное сейчас, к чему мы с вами подходим? Женщина, мать, потому что в основном она больше в церковь идет. Она должна начать заниматься с собой. А она это у них хочет делать. Обычно это на чем заканчивается? Свечечки, записочки, булочка хлеба на канончик, пособорвалась, поисповедовалась, причастилась, и все. А над собой работы не происходит. А без этого нет никакого христианства. Это просто набор. Вот набор. Чего? Ну набор как в магазине. Человек пришел в магазин, взяла тележку, накидала, накидала, накидала туда. Так же и у нас. Для многих церковь это просто супермаркет, где он решает свои проблемы. А над собой работать и даже не собирается. Свой язык обрезать. Ведь самое главное. Это самое главное. Поэтому апостол, кстати, и сказали, что женщина в храме домолчит, женщине запрещая поучать, женщина в доме пребывает безмолвие и учится у своего мужа. Если он верующий, не верующий, читает священное писание. Учится священное писание. Понимаете, что так? Вот. Так вот, смотрите. Проблема вот в чем. Проблема в том, что мужчины приходят и практически, практически они никогда не жалуются на своих женщин. Я такого, ну, может быть, один или два случая. Честная женщина. А женщина приходит, начинает жаловать. И мужчина жалуется только на себя. Он приходит и говорит, батюшка, выпил, изменил, набил, накричал, больше не буду. Делает то же самое. Но он не обвиняет. Женщина приходит, батюшка, у меня муж пьет, у меня дети не слушаются, у меня соседка, у меня начальник. То есть, она начинает жаловаться на всех. Только не о себе. Вот о себе она, как правило, вообще ничего не говорит. Ну, так, на каком-то минимуме, так, не убила, не ограбила. Не убила, не ограбила, живу как все. Понимаете, смотрите, какая разница большая. Я здесь не оправдываю сейчас мужчин, я вам открываю серьезную вещь. Почему это происходит? Первую составляющую обнаружилось где-то, в общем, я вам скажу, за последний месяц сложилось вот это понимание, мною до конца понимание, почему женщины после 45 лет, после 40, после 45 лет, они приходят с кучей проблем. Ну, с чем это связано? Ну, в храм же ходит, ходит, ну, причащается, причащается, ну, исповедуется, исповедуется, ну, почему у нее столько проблем, столько боли? И она у всех вот приходит, да, батюшка, у меня, вы знаете, вот проблемы. Ну, почему связано? Она же любит, она же терпит, она же, много чего приходится в этой жизни, очень много чего приходится того, чего мужчина вообще не способен. Правильно? Разве может мужчина родить? Он умрет сразу просто. Или, разве мужчина аборт перенесет? Конечно нет. То есть, женщина, она просто настолько, ну, больше приходится, потому что, потому что ей Господь дал сердце больше. И с чем же связана тогда вот эта вся проблема и скорбь? Поскольку Господь дал женщине больше любви, больше сердца, больше сердца и в нем больше любви, то, то дьявол на нее сильно нападает и отравляет ее любовь эгоистичным, эгоистичной завистью, завистью и эгоизмом. И в итоге женщина из пчелы, которая все собирает по цветочку, она превращается в осу, потому что к ее любви примешивается зависть. Вот так называется там яд зависти. Вот. И самое вот это неприятное, вот это вот я, там появляется такой центр эго. Понимаете, в чем дело? вот. И она не может это перебороть сама. Это можно только, представьте, это же эго свое перебороть, это только с Божьей помощью надо. Это нужно каяться в этом, а как правило это вообще редко звучит, когда. Вообще-то проблема просто не поднимается. Просто она вообще не звучит. Мы разве с этим ходим? Что вот батюшка, вы знаете, у меня вот я центр вселенной, я вот вот этот диктатор, вокруг которого все разваливается. Потому что моя энергия, она не созидающая, она разрушающая получается. Потому что я не собой занимаюсь, я начинаю кого-то, о ком-то заботиться. Вот. И поэтому там дальше написано, что женщина, для того, чтобы ее любовь стала чистой, должна из своей любви удалить я. как преодолеть это? Они говорят, устранить из своей жизни мелочность. Мелочность зависти. Вот какая у нее сумочка, какая у нее сережки, а какая у нее квартира, а какая у нее спальня, а какая у нее... Вот эту мелочность, которая отравляет завистью, надо устранить. и взращивать в себе благородство. Благородство души. А очень мало благородных. Представляете себе, какая огромная задача стоит у женщины? Вообще, вы вообще представляете, о чем мы говорим? А ведь это насущный вопрос. Без этого вообще все просто не имеет никакого смысла. Вот мы топчемся, вот мы ходим вокруг да около. Так вот, вот эта вторая составляющая, она объясняет вот эту причину гордыни, что эгоизм у женщины идет вверх, у мужчины уменьшается. Понятно, да? С первой мы с вами разогнались, старец говорил, что надо убрать свое я. Это я у женщины возрастает, и она должна всю свою жизнь христианскую не свечки, не записки, это все без этого можно вполне обойтись. Хотя это надо. Понимаете в чем я? Это все на елке украшение, но важно елка. Правильно? Вот у женщины там сережка, там сережка, там клипса, там у них туда-сюда, ногти такие, и все. Но важно то душа, правильно? Важна душа, потому что в глазах обычно видно, что женщина говорит, а что такого, у меня бог в душе, бог в сердце. Там сразу видно, что там, потому что глаза это зеркало души. И вся эта, простите, вот эта бутафория мишура, она вся сразу делает женщину несчастной. Оп, и приходит и плачет. 30 лет, казалось бы, молодая женщина, плачет, рыдает, что мне делать? Кольца тут, 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 тут. Я говорю, зачем тебе столько колец? Тебе легче от них? Ты счастлива от них? Ой, нет, матюшка, не счастлива. Плачет. Что, оно что, счастье добавит? А душа-то пустая? По полгода, по году не ходим в храм, а ну-ка полгода уборку не делать, а ну-ка полгода на кухне не убирать, посуду не мыть, а ну-ка полгода не ходить в баню, не мыться. А как же оставляем свою душу-то без внимания, а на полгода, на год? А может и на три месяца, а может на месяц, а может входим каждую неделю в храм на исповедь, а покаяния-то нету, над собой-то не работаем. Что, хочу сказать, молчу, хочу осудить, не осужду, хочу обидеться, постараюсь простить. Муж пришел пьяный, хочу скандал, закатить, не буду закатывать скандал, все, хватит, соседи знают, дети знают, милиция знает, буду молчать, буду встану и буду молиться, читать, акафизм, акафизм, поклончики ложить, что толку скандал, ну скандалю, скандалю, а это же ничего не решает, правильно? Дети не хотят в храм идти, хватит уговаривать, хватит раздражать, бери за них, молись, если сам Господь сказал, я сегодня одной женщине в возрасте увещевал, говорю, женщина, она говорит, поститься, я говорю, зачем, что вы делаете, а что, я должна, я говорю, вы откройте Евангелие, почитайте, я читаю каждый день, я говорю, что вы там прочитали, что надо всех заставлять, я говорю, от Иоанна, Евангелие, глава 6, пункт 44, Господь говорит, ащиний Господь призовет, никто не призовет, ащиний Господь сохранит, никто не сохранит, апостол Павел говорит, молитесь друг за друга, так и исцелеете, скажем, много может молитвам матери, о детях, не сказано уговоры, не сказано постоянной нотации, наоборот, апостолы, апостолы, апостоли говорят, не раздражайте детей ваших, потому что можно ребенка раздражить до такой степени, что получится потом, знаете, что получится? и с такими случаями сталкиваемся регулярно, но почему именно такой акцент идет у женщины, потому что у нее больше сердца, и она впускает в себя того, который ей туда подселяется, можете проверить спокойно, сегодня подойти к сторожам и спросить, сколько беснующихся женщин на мужчин, соотношения, вам любой сторож скажет, на одного мужчину сто женщин, а может быть и больше, понимаете, потому что у нее сердце больше, дьявол имеет большую площадь доступа, у мужика оно зажато, и он головой, так вот, значит, еще раз повторил, что старец говорит, что женщина должна работать над собой, удалить свое я, второе, мы определились, что я у нас будет расти, и христианская жизнь, христианство, это есть борьба с ним, со своим я, а я чувствую, вот и все, и я руководствую со своими чувствами, а руководствую со своими чувствами, руководствую своим сердцем, которое не очищено от страстей, это очень опасная вещь, женщина не способна в момент обличения просить прощения и признать себя виновной, да, на словах она может говорить, простите, 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 Но она не может себя признать виновной. И поэтому сверху апостол Павел и говорит, что женщина в храме, да молчит, женщины запрещают поучать. Мать должна учить детей, но она должна это делать с любовью, с терпением, не раздражаясь, не срывая зло на детях воспитывать. И она должна воспитываться у мужа. Если женщина от природы имеет много доброты и любви, дьявол сильно на нее нападает, он подбрасывает ей ядовитую ревность и отравляет ее любовь. А когда ее любовь будет отравлена и станет злобой, тогда женщина из пчелы, которая собирает, хранительница чага, хранительница семьи, из пчелы превращается в осу и жестокостью превосходит мужчину. Злоба женщины, когда не уходит ревность и упрямство, может достичь демонической степени. Вот к нам сюда приходят в основном женщины. И после разговора с вами подойдите к сторожам, вот там стоят у нас сторожа, казаки, просто можете одна подойти и проверить мои слова. К любому сторожу подойдите, кто там на воротах, казаки ходят. Спросите, скажи пожалуйста, сколько бесноватых женщин и сколько мужчин в соотношении. Вам любой сторожа скажет, что на одного мужчину бесноватого сто женщин. Беснуется женщина. Поэтому есть такая фраза, что существовало, сбесновалась баба. Ну такая, просто обиходная фраза, баба сбесновалась. По этому поводу в синях висели вожжи. И все было нормально. То есть женщина периодически напрашивается, чтобы ей просто мужик начистил одно место. Тогда она уже ласковая становится, успокоилась. Я не говорю, что можно бить. Я не об этом говорю, я говорю о том, что женщина порой бывает просто неуменяемая. Она как корова там мучит, мучит, пока корова не подоет, она мучит. Так и в семье бывает, пока мужик не начистит женщине барабан, она ходит и стучит в него. Прошу прощения, я не призываю, я не говорю, ребята, что... Я говорю о другом. Я говорю, что проблема, и вот здесь она написана. Злоба женщин, когда в нее входит ревность и упрямство, может достичь демонической степени. Женщина должна бояться ревности. Она обязана удалить свое «я» из своей любви, чтобы ее сильная любовь была чистой. Вот там, где я, деточки, там любви нету. Вместо раздражения, гнева, осуждения, зависти, обид, ненависти, вечного недовольства, вечного ропота, в болезнях нетерпения, мы должны с вами в результате хождения нашего в церковь научиться терпению, смирению, кротостью и прочим-прочим христианским добродетелям. А женщина в первую очередь должна научиться молчанию. Молчанию, потому что от вот этого языка идут все проблемы и беды. Поэтому апостолы, апостолы Петр и Павел, обращаясь к женщине, говорят, христианка в храме домолчит, а дома пребывает безмолвие и получается в законе Господне. Это что, значит детям ничего не говорить? Ну, так как мы говорим, может быть и не говорить, может быть лучше не говорить, может быть лучше помолиться. Как апостол Павел говорит, молитесь друг за друга, так и исцелеете. Сказано, много может молитва матери ко благосердию владыки. Нигде не сказано о том, что нужно кого-то куда-то тащить. Никого, никуда тащить не надо. Тащить надо только самого себя. Тащить надо только свою душу, заставлять ее и навести там полный порядок. Поэтому преподобный Серафим Царовский говорил так, стяжи дух мирен и вокруг тебя тысячи спасутся. Стяжи мамочка дух мирен, вот, научись деточек любить, любить. Потому что дети видят постоянные скандалы и постоянную ругань. Понимаете, эта жизнь кромешный ад. Об этом аде очень хорошо говорят дети, когда к нам приезжают. Говорят, батюшка, а какой у нас в семье ад происходит? Между мамой, папой, взаимоотношениями, все. Почему дети потом болеют? А почему Бог попускает, чтобы дети болели? А почему Бог такой жестокий? Да перестаньте скандалить, перестаньте друг друга перед детьми своими. И при чем здесь Бог? А потом у детей не получается. Девочка замуж не может выйти, мальчик не может никак устроиться на работу нормально, потому что родители просто мамочка проклинала. Сама не ведая того. Незаслуженное раздражение, незаслуженные крики на ребенка, вот это уже является, старец пишет, является проклятием. Детей надо, на детей нужно не орать, а детей нужно благословлять. Вот в чем проблема. Детей нужно благословлять. Для того, чтобы благословлять, для этого нужно находиться в каком-то состоянии, нормальном состоянии духа, души, сердца, души, ума и прочее, прочее. Понимаете, дети ждут родительского благословения, а родители их проклинают своими криками, воплями и все остальное. А потом результат. А результат потом очень плачевный. Мы приезжаем сюда со своими детьми и, ой, что-то у меня деточка заболела. Ведь все сюда едут в основном через детские болезни. Потому что если свои потерпеть еще как-то, может быть, и можно, то когда ребенок болеет, этого терпеть уже невозможно. И тогда уже начинается бегание по бабкам, по экстрасенсам, а потом уже в церковь приходят. Когда уже наробят, каких делов. Потом приходят, слезы плачут, и что мне делать? А есть вещи, которые исправить просто невозможно. Есть такие состояния, когда исправить, ничего невозможно. И возможно только Господь, Бог может уже только что-то исправлять. А здесь уже нужно иметь тогда терпение, смирение и молиться. Вот не бегать по всем монастырям в поисках чудотворца-праздорливца, который сейчас мое дитё вылечит в 2 секунды. Обычно же как, надо в 2 минуты вылечить ребенка. Вот. Она всю жизнь губила с самого маленького. С самого маленького. Еще когда дитё еще не родилось. Уже тогда сидела телевизор и смотрела. Уже тогда курила. Уже тогда раздражалась, огневалась, кричала. О каком мы говорим благословении родительском? Мы говорим о родительском благословении, а мамы своих детей матерят дома, понимаете? Ладно, когда отец бывает там, ну на жену свою где-то сорвался. Но у него для этого есть предпосылки. У него для этого армия пройдена. Там ни одного слова по-людски не говорится. И прочее остальное. А женщина, что ты материшь своих детей? Женщины матерятся дома. Это куда это годится? А потом мы не понимаем, что ж такое. Чего ж наши дети болеют? Конечно, они ждут благословения родительского. А родители их клянут. Каким способом могут? И зачем я тебя родила и прочее, прочее, прочее. Понимаете, что делать? Вот сегодня поэтому у нас праздник. Но мы с вами на актуальную тему. Совершенно пару слов. И теперь что? Теперь нужно приходить каяться к Богу. Набраться терпения, смирения и молиться. Мы раздражаемся, что наши дети учиться не хотят. А сами не учимся. Мамочка орет на сына, дебил. Никак у него математика не получает. Это вместо того, что орать дебил, проклинать своего ребенка. Ведь многие родители сейчас своих детей проклинают. Почему сейчас очень больные дети? Потому что родители, мамы матерятся на своих детей. Дети ждут благословения родительского, а родители их проклинают. Что такое проклятие? Незаслушанное раздражение. Сколько можно кричать? Сколько можно наказывать? Но ты видишь, что ребенок не справляется с ситуацией. Сколько можно кричать на ребенка? Что будет в результате криков и постоянного «я наказываю, я наказываю, надо наказывать». Наказание от слова «научить». Вот мы сейчас с вами занимаемся наказанием от слова «научить». А то, как мы своих детей воспитываем, не отдаем им варианта и не даем им шанса. Постоянными криками, постоянными наказаниями мы вырастаем из наших детей обманщиков. Мы удивляемся, что наши дети такие врут все время. А у них нет другого варианта. Для того, чтобы избежать наказания, ребенок начинает врать. Здесь одна женщина ходила месяца два назад, рвала на себе волосы. Она вот так вот мужа проклинала, что он пьет, и сына проклинала, что он в храм не ходит. Муж повесился, а сын попал под поезд. Или наоборот, неважно. И вот она ходит, и рвет на себе волосы, и спрашивает, что мне теперь делать? Что теперь делать? Делай, что хочешь теперь. Потому что все, что можно было сделать, ты уже сделала. Теперь главное найти силы и самой не пойти, не утопиться. Понимаете? Теперь осталось только одно. Вот до чего доводят вот эти вот проклены. Приходим, ой, батюшка, проклены. Такое слово, такое ласковое. А что за этими прокленами стоит? Несчастные детские судьбы. Ни замуж не может выйти, ни работу не может найти. И прочее, прочее, прочее. Мы наших детей благословляем. Нет, мы на наших детей, мамочки умудряются, простите, матом кричать дома. Мы наших детей проклинаем. Поэтому наши дети сходят с ума. Потому что дети ждут родительского благословения. А родители проклинают. Чем? Своим раздражением. Ты такая хорошая мамочка, что ты кидаешься на своих детей. Ну, приди, пускай тебе духовник скажет о тебе. Кто ты есть на самом деле? От каждого из нас с вами зависит, куда мы подключаем свое сердце. Куда мы подключаем свой ум. Куда мы подключаем свою душу. Потому что энергия каждого сердца, это энергия любви, или это энергия ненависти. Если это энергия любви, она подпитывает благодатный небесный мир. Если это энергия ненависти, она подпитывает адские силы. И ад восстает, и ад захлестывает. Ад не надо искать где-то там в земле, сверлить сверхглубокие скважины. А он в семье сейчас происходит. И об этом приходят и говорят дети. Прямо приходят и говорят, батюшка, дома у нас ад. И не грызь друг друга, а мы создаем себе ад. Подождите, еще успеем. Современная семья это ад. Это дети говорят, дети приходят и говорят, батюшка, в нашей семье ад. И родители создают этот ад уже сейчас, здесь. Вот поэтому сказано, что ад и рай, это не где-то там. Это сердце человеческое, вот здесь. Что у нас сегодня здесь? Мир, любовь, терпение, смирение, кротость. Любовь не бесчинствует, не ищет своего. Все прощает. Мы такие. Нет, мы не такие. Мы всех осуждаем. Мы на всех обижаемся. Нам вообще ничего сказать нельзя. Попробуй, духовник, скажи на исповеди. Попробуй, скажи. Мы с вами грешники, но на исповеди мы из себя праведников корчим. Ой, батюшка, вы знаете, кто-то так не убил, а не ограбил. Живу как все. Вот у меня только проблема. Вот помогите мне решить мои проблемы. Нет, ничего так не получится. Надо не два с половиной раза прочитать Акафист. А как одна девушка рассказывала, я говорю, батюшка, у меня мать пила по черному. Я приехала в почаев, и мне, говорит, какой-то священник сказал, читай за маму каждый день одну главу Евангелия. Я, батюшка, три года читала, и мама бросила пить. Вот, три года, а мы два с половиной раза. Поэтому давайте эти вещи немножко посмотрим на себя. Давайте мы оставим всех в покое, которых мы тянем, заставляем этих детей. Это бесполезно. Посмотри на себя. Посмотри на свое сердце. Ты же находишься в постоянном раздражении. Женщина. Ты, мать. Ты, жена. Но ты находишься в постоянном раздражении. У вас не должно быть. Вы не должны друг другу завидовать. Вы не должны друг другу раздражаться. Вы не должны друг другу кричать, гневаться. И вот эти апостольские послания, оно очень хорошо и точно отражает то состояние, в котором находятся многие из нас. Потому что навряд ли какому из нас человеку, ходящему в церковь долгие годы, неизвестно состояние раздражения и гнева. А апостол говорит, что у вас этого не должно быть. У вас не должно быть обиды. Мы тоже знаем, что такое обида. У нас не должно быть зависти. У нас не должно быть тщеславие. У нас не должно быть прочего многих вещей, которые христианину, они просто, они не должны быть в его душе. А это все, оно наполняет нас с вами. Это должно быть самая главная забота нашей жизни. Работа над своим внутренним состоянием. И давайте в эти дни мы с вами обратим внимание на самих себя. Повернемся внутрь себя. Посмотрим, почему в нашей душе обиды. Почему в нашей душе зависть. Почему мы осуждаем ближних. Ведь это серьезная проблема. Ведь этот апостол говорит, что даже не должно это у вас и быть. А мы страдаем от осуждения. Вот это все нужно нам с вами исправлять. И не спешить. Не спешить, потому что апостол Павел говорит, что причащаетесь и не рассуждая тело и крови Христово, едите и пьете. Не рассуждая. Болеете и умираете. Як они достойно причащаетесь. Вот наши деточки мрут. Вот наши деточки психушкой попадают. И это все для нас с вами серьезный повод для рассуждения. С чем мы приходим на исповедь? С чем мы приходим на покаяние? Можно сказать так. Делится на два таких момента. Первый. Начинаем жаловаться на всех. Сначала начинает жаловаться. Вот муж пьет, вот дети не слушаются. А второй начинает тщательно камуфлировать свои грехи. Я слышу, что от нее, от молодой женщины пахнет сигаретами. Я ей говорю, вы курите? Она говорит, нет. Я говорю, ну я же слышу. Ой, да я вот так чуть-чуть. Я говорю, а дома? А детки есть? Есть. А дома ты материшься? Нет. Я говорю, как же нет? Если ты куришь, ты сто процентов материшься. Ой, батюшка, иногда срывается. Это пришла, она пришла каяться. Она пришла камуфлировать свои грехи. Она говорит, ой, вы знаете, очень стараемся. Когда вы в последний раз были? На Велик День. Но мы очень стараемся. Мы приходим и просто лжом, нагло обманываем пред самим лицом Господа. Мы не хотим признать себя. Если ты пришла и сказала, Господи, я ленивая. Я грешная, я нерадивая. Я хожу в храм. И что? Ну я хожу в храм. И что изменилось в моей жизни? Ну научилась я свечки ставить правой рукой. Научилась я записки правильно писать. А дальше что? Ну научилась я что-то еще там делать. Да, ходить, когда святой водой всех крапят. Ой, покрапите, покрапите. Всех покрапили, два ведра вылили на голову. А дальше что? А дальше телевизор. А дальше ничего дальше не идет. Дальше человек возвращается и начинает жить той же самой жизнью, с которой он пришел сюда. И ничего абсолютно в жизни не меняется. Наоборот, меняется в худшую сторону. Мы становимся непримиримей. Мы становимся нетерпеливей. Мы начинаем кого-то заставлять что-то делать. У нас с вами сейчас рождественский пост. Какое у нас понимание о посте? Ой, я беременная, батюшка, мне поститься не надо. У меня детки маленькие, да, поститься не надо. Я больная, мне же поститься не надо. Какое восприятие поста? Это чтобы не съесть сырника. Вот и все, все понимание поста. Чтобы не съесть кусок мяса и не съесть какого-то там сыра кусок. Или, ой, печенье попалося с две капли маргарина. И будем по этому поводу устроивать трагедию. А больше ничего нет. Никакого понимания поста христианского, его тоже нет. Ни покаяния понимания, ни смирения, ни состояния поста. Ведь что такое пост? Это тоже качество, как и смирение, качество души человека. Так же и пост. Это качество души человека. И христианин, он должен всегда поститься. Но это не значит, что он что-то должен есть или что-то не есть. Ведь не от этого зависит. Зависит вообще от всех чувств. Как мы говорим, с кем мы общаемся, что мы смотрим. Господь смотрит не на желудок человека. А Господь смотрит на сердце человека. Господь есть сердцеведец. А состояние желудка, оно, конечно, влияет на состояние сердца. Но дело в том, что у нас этого понимания, как правило, просто нет. Вообще просто отсутствует. Так что, корову воскресенье грек или не грек дает? Мы с этими вопросами приходим в церковь. Мы не приходим с вопросами, что есть духовная жизнь. Подойдите к любому духовнику, священнику и спросите. За последние 10 лет был хоть один человек, который пришел и спросил. Батюшка, объясните мне, что есть такой смысл христианской жизни? Объясните мне, батюшка, как мне спасти мою душу? Ни мужа пьяного, ни детей наркоманов. А как мне, батюшка, спасти свою душу? Подойдите сегодня к любому духовнику. И любой вам скажет. Ой, ты знаешь, а в основном вопросы не эти. В основном вопросы. Ой, а кто тут чародей? Ой, а может кто-то истерить может? А кто у вас тут прозорливый? А какое у нас самое главное таинство? А кто из христиан подошел к священнику и спросил? Вот самый старый священник нашей церкви. Подойдите к нему и спросите. Хоть один христианин подошел и спросил. Батюшка, я хочу сегодня причаститься. Как мне это сделать, чтобы не в суд и в осуждение? Был такой вопрос? Никогда. А священник больше 50 лет священникам. Он не слышал такого вопроса. А другой вопрос. А можно мне, батюшка, вот я вчера и позавчера, сегодня можно еще, а вот и завтра, послезавтра. Ты простила свою соседку-дрянь, которая у тебя в твоих глазах. Ты-то святая. Мы приходим сюда в таком состоянии. Нужно увидеть себя со стороны. А если мы себя не видим, тогда когда нам кто-то говорит, внимательно к этому прислушаться. Не вставай сразу на дыбы. На себя посмотри, сам такой. Сначала внимательно прислушаться. А может быть, все-таки то, что мне говорят, это соответствует действительности. Я-то думаю о себе, что я хорошая, что я благочестивая, что я щедрая, что я добрая. Я вообще, ца, просто меня взять на икону нарисовать и в кивот поставить. И так приходится многих говорить. Батюшка не убила, не ограбила, живу как все. А так что, уже святая? Да вы знаете, батюшка, почти что. Я говорю, ну, прекрасно. Давайте краски, доску давай сюда. Сейчас намолюем тебя. И в иконостас вставим. Мы будем на тебя молиться. Ой, да нет, батюшка, я еще не совсем готова. Понимаете, это было бы шоу, если бы это было в цирке. Если бы это не приводило наших детей в дурдом, тогда бы это можно было еще поулыбаться. Мы все улыбаемся. У нас все праздники, все праздники, все праздники. А что за праздниками? А за праздниками полное духовное невежество, полная духовная слепота, которая и приводит к нашим проблемам, с которой мы сюда приходим. Поэтому первое, надо увидеть себя со стороны. А если тебе никто не говорит, то пойди и спроси. Пойди и спроси к своей соседке. Говорит, батюшка, соседка у меня дрянь такая. Вот ты к этой дряни приди и скажи. Знаешь, вот скажи мне, пожалуйста, что ты обо мне думаешь? Вот то, что она тебе скажет, то и будет настоящая ты. Вот то и будет. Только еще может быть немножко сглажен. У нас все плохие. Одна я, центр вселенной, вся хорошая такая. Разукрашенные, кроссовки, эти сережки, сигареты в зубах, с пивом в стакане. Женщины, женщины сейчас. С матюками к своим детям. Мы в своей семье с одним ребенком ничего не можем сделать. Мы ничего не можем достичь. Абсолютно ничего. И при всем этом мы умудряемся как-то заявлять, что вот я там, да я такая батюшка в храм хожу. Мы себя не видим. У нас нет покаяния. Потому что покаяние, то в первую очередь увидит себя со стороны. Мы видим себя только хорошими. А со стороны-то мы себя не видим. И если нам кто-то со стороны скажет, какая я хорошая, я обижусь на всю жизнь. Я только буду говорить на исповеди, что батюшка, а что я должна? А это она, а что я должна? У нее прощения просить? А что? А как же ты можешь причащаться, ее ненавидя? А я ее ненавижу. А что я ее ненавижу? Я ее просто видеть не хочу. Так это и есть ненавидение. Нежелание видеть человека, это и есть ненависть. И умудряемся в этом состоянии идти причащаться. Мы вообще умудряемся все, что угодно. Мы можем оправдать все, что угодно. Мы не можем оправдать столько своих ближних. Слушай, а скажи, пожалуйста, символ веры, прочитай. Ой, забыла. А 50-й псалом? Ой, не знаю. А ну-ка перечисли, пожалуйста, заповеди Христовы. Ой, не убить, не ограбить. Ну-ка, заповеди блаженства. Ну-ка, человечество, что ты вообще знаешь? Ты хоть одну книжку прочитала? А ты Евангелие читаешь каждый день? Ой, нет, батюшка, не читаю. Так куда ты, человече, лезешь, простите? Ты займи свое место в уголочке, чтоб тебя никто не видел, чтоб тебя никто не слышал, чтоб тебя вообще не видно было. И приди на исповедь и покайся. А покаяния-то нету. Есть одно осуждение и самооправдание. Современная исповедь, это так. Первая часть. Жалоба на всех. Вот у меня муж пьет, вот у меня дети не слушаются, вот у меня в школе преподавательница моего сына терроризирует, вот у меня начальник, все. Первая часть исповеди, это жалобы. А вторая часть исповеди, это самооправдание. Ой, батюшка не убила, не ограбила, вы знаете, живу как все. И начинается. Покаяние, это есть правильное устроение духовной жизни. Правильное устроение духовной жизни, это есть покаяние. Потому что исповедь длится 5 минут, признание длится 6 минут. Это все отрезки во времени ограниченные. А покаяние, это вся наша жизнь. Точно так же, как и пост. Не тогда, когда великий пост. А для христианина пост всегда. Но пост это не то, что есть или не есть. Вчера одна Рова Божия говорит, батюшка, я рыбу ела, а это грех. Я говорю, грех ближних есть. Рыбу есть, не грех. А вот ближних поедать заживо, вот это грех. А я думаю, я так и ничего не поняла, о чем я ей сказал. Поэтому последняя ступенька это правильное устроение духовной жизни. Мы ее строим, духовную жизнь. Нет, мы все строим сарайчики, квартирчики, огородики и прочее остальное. А духовную жизнь мы не строим с вами. И вот от этого у нас с вами происходят все наши проблемы. Мы в церкви ради чего? Мы в церкви ради того, что нам пороблено. Мы в церкви ради того, что у нас с вами проблемы. Вот вчера вечером, да, на вечерней службе была исповедь. 90% тех, которые подходили на исповедь, они говорили о том, что они причащаются, исповедуются один раз в год. Или два раза в год, в лучшем случае. Вопрос задаю. Если целый год не убиралась в квартире, если целый год не убиралась на кухне, сколько нужно времени для того, чтобы навести порядок? Сколько нужно времени для того, чтобы навести порядок в душе, которая может один раз в год на Пасху, но понятно, какая на Пасху исповедь? Какая на Пасху исповедь? А в основном это вчера были, была вот на Пасху, была на исповедь. Но после Пасхи уже почти два месяца прошло, Святая Пятидесятница прошла. Поэтому мы сюда приходим по одной причине, потому что нас сюда загнали скорби и болезни. И для нас с вами в эти дни и всегда, и во всей нашей жизни это должно быть самой главной заботой. Потому что иногда получается так, что вот то, что мы должны были бы направить силы нашей души направить на внутреннее свое состояние, человек начинает это направлять на своих ближних и начинает от них что-то требовать. Требовать начинает от ближних, чтобы они что-то делали. Нет у нас решимости бороться с грехом. Нет у нас решимости бороться с собой. Мы начинаем бороться с нашими ближними. Мы начинаем бороться с нашими детьми. Мы начинаем дуть на ветряные мельницы и у нас ничего не получается. А наша исповедь Это в основном состоит из двух частей Первое Сначала начинает жаловаться на всех Ближних своих Это касается женщины Внимание Муж пьет, дети А потом он начинает рассказывать Какая она хорошая Не убила, не ограбила батюшка Живу как все, каюсь во всех грехах Прекрасно Вот это наше с вами называется покаяние Сначала Все виноваты, а потом А я хороший, я же в храм хожу С мужчинами немножко другая ситуация Мужчин поменьше Я поэтому немножко и меньше уделяю внимания Мужчины на исповеди Практически не жалуются на своих жен Я редко такое встречал В основном мужчина приходит батюшка Все деньги проиграл Жене морду набил Детей всех разогнал Завел себе на стороне Эту самую Больше не буду Потом то же самое Но посмотрите какая разница Я одной рабе Божьей говорил У нее муж пьяница Я говорю, ты знаешь, что он ближе к Богу, чем ты Потому что, во-первых, пьяница это больной Алкоголик, это болезнь И у алкоголиков, кстати, очень восприимчивая душа Любой священник вам скажет Когда где-нибудь приходится ехать На вокзале каком-нибудь Пьяница сразу подлетает Батюшка, каяться хочу Все, вот сейчас прямо Поэтому ни одного пьяницу Скандалами не исправишь На больного орать бесполезно Он будет пить назло Назло будет пить Поэтому У мужчин немножко другие проблемы Вообще у мужчин нет проблем Я вам скажу так А вот все остальное Житейские проблемы Ложатся на плечи женщины Все, весь воз Она тащит на себе А почему она тащит? А потому что она сама этого хочет Она хочет мужика под каблук Она деткам говорит Я все знаю Меня слушается Она с самого начала поступала неправильно Мы должны благоразумно молчать Благоразумно молчать Это великий подвиг Давайте попробуем с вами сегодня Вот давайте попробуем Вот сегодня С момента окончания нашей беседы До завтрашнего утра Каждый упражняет свое молчание Поэтому Благоразумное молчание Предполагает под собой следующее Апостолы Петр и Павел Которые сказали Что христианка украшает себя Ни золотом, ни жемчугом Они же сказали Апостол Павел сказал Женщина в храме да молчит Женщина Дома пребывает в безмолвии Получается в законе Господне Или от мужа Если муж духовный То от мужа И в законе Господне Праздник преображения Очень-очень затрагивает Много наших проблем Мы все сегодня Освещать не сможем И не будем Потому что На это нет времени сейчас Но У нас у каждого Есть возможность Открыть книжку Открыть духовную книжку Старец Паисий Афонский старец Прозорливый Пятый том Страсти и добродетели 8 гривен стоит Книжечка в мягком трепете Пожалуйста Купите Почитайте Там все есть А если еще четвертый том Купим О семейной жизни Еще лучше будет Продолжение следует...